Дамы и господа, здравствуйте! Меня зовут Владимир Фраент и вы смотрите 11 на 11. Сегодня поговорим о... Закрытие летнего трансферного окна, кем усилились кустанайцы и остальные клубы КПЛ, перестановки в тренерском штабе Тобола, что ждать от нового рулевого и его помощников. Обзор 19-го тура Премьер Лиги. Сменятся ли лидеры чемпионата? Новости из социальных сетей в рубрике Анастасии Леоновой. Девять игроков покинуло кустанайский клуб минувшее трансферное окно и ровно такое же количество новичков прибыло в команду. Давайте попробуем выбрать самые лучшие приобретения для кустанайцев, а также поговорим о других трансферах казахстанской Премьер Лиги. Пожалуй, самый неожиданный переход для казахстанского футбола – это аренда Аздрена Лулаку в кустанайский Тобол. Еще перед началом сезона останчане возлагали большие надежды на этого нападающего, ведь в прошлом году албанец в составе Газметана стал лучшим бомбардиром чемпионата в Румынии с весьма завидными результатами – 16 голов в 20 матчах. Однако дебют в чемпионате Казахстана для Аздрена выдался не очень удачным. В 18 играх за столичный клуб ему удалось отличиться лишь однажды. В матче третьего тура Лулаку поразил воротов в домашней встрече против уральского Акжаика. Какой заброс на Аздрена Лулаку? Лулаку забивай! Два! Вероятно, останчане рассчитывают на то, что командировка в кустанай стряхнет албанского нападающего и тот сможет заиграть на прежнем уровне. Для Тобола же это весьма достойная замена ушедшему Душану Савичу, который, кстати говоря, во втором матче за Ак-Тубе сумел отметиться дублем в ворота Акжит-Песа. Еще одним усилением атаки Тобола стал боснийский нападающий Амир Бекич за последний сезон, забивший в 24 матчах 9 голов в составе клуба Сараева. Защита же пополнилась игроком сборной Македонии Банчи Шиколу. Долгое время права на этого защитника принадлежали греческому Олимпиакосу. Однако за этот клуб он так и не сыграл ни одного матча. В его карьере были такие команды, как Аустрия и Азербайджанский Невчи. А также Шиков являлся капитаном украинской Волыни. Несомненными плюсами этого игрока являются неплохой длинный пас и его рост целых 192 сантиметра, что позволяет ему хорошо играть на втором этаже. Также можно отметить трансфер Дидара Жалмукана из Астаны и возвращение из ЖТСУ арендованного Евгения Левина. Что же касается остальных клубов КПЛ, то здесь мы решили составить импровизированный топ лучших переходов. Открывает наш топ сразу несколько трансферов Актубе, включая приход нового главного тренера Владимира Муханова. Видимо Васильевичу удалось встряхнуть красно-белых, подписав Шимковича, Савича, Нейна и еще нескольких игроков. Актубе одерживает победы вот уже во втором матче подряд. Если команда будет продолжать в том же духе, то это позволит выполнить главную для них задачу на данный момент – покинуть зону вылета. Далее, после бесславного покорения чемпионата Белоруссии в родной «Шахтер» вернулся Сергей Хижниченко. Нельзя не отметить трансфер сербского нападающего Серджана Буяклия в шимкенские ордобасы из Цервена Звезды. В первом же матче за южноказахстанцев форвард отметился голом в ворота «Шахтера». Лучше всех на трансферном рынке потрудилась столичная дружина. Тут и возвращенные из аренды Диспотович Малый и Канис, а также прибывший хорватский полузащитник Марин Томасов и левый хав Ласвел Кляйн Хайслер. Ну и, наконец, лучший трансфер, по моему мнению, переход внимания Максимовича из Астаны в Испанскую Валенсию. Наверное, это больше потеря для казахстанского футбола, но, как отметил генеральный менеджер столичного клуба Саян Хамиджанов, этот переход престижен для казахстанской премьер-лиги и подчеркивает высокий уровень Астаны, игроки которой на карандаше у клубов такого уровня, как Испанская Валенсия. Ну и теперь, наверное, самый главный трансфер для кустанайских болельщиков. Назначение нового главного тренера футбольного клуба «Табол». Нельзя сказать, что отставка тетрадзы была прогнозируемой, ведь Амари Михайлович построил одну из лучших оборонительных линий в КПЛ. Однако невнятная игра нападения, вылет из кубка от «Шахтера» и поражение от аутсайдеров по турнирной таблице в чемпионате страны дали о себе знать. Апофеозом стало домашнее поражение все от тех же каргандинцев в КПЛ, после которого российский наставник кустанайцев сложил себя обязательство. Кого только не сватали в коучи «Таболу», здесь и Владимир Газаев, и Сергей Ташуев, но в конце прошлой недели стало известно на должность главного тренера футбольного клуба «Табол» назначен Роберт Евдокимов. Бывший тренер Оренбурга выводил свою команду сначала из второй лиги в ФНЛ, а затем и в РФПЛ. Однако в конце прошлого сезона оренбуржцы вновь вернулись в первый дивизион. Вместе с Евдокимовым в «Табол» прибыли и его помощники – ассистент главного тренера Олег Веретельников и тренер Арнольд Слободич. Получится ли у кустанайцев с новым тренерским составом по итогам сезона попасть в зону Еврокубков, покажет лишь время. Хотя предпосылки для этого есть. Ну а пока хочется пожелать им лишь удачи. 19-й тур казахстанской премьер-лиги растянулся аж на 4 дня. Связано это с выступлениями наших команд в Еврокубках. Иртыш и Кайрат продолжают борьбу в Лиге Европы, завершив свои матчи с одинаковым ничейным счетом 1-1. А Астана начала свою Еврокубковую гонку с победой 1-0 над «Спартаком» из Юрмалы. Пожалуй, самый неожиданный результат случился в Атырау, где западно-казахстанцы принимали гостей из Тараза. На гол Морриса нефтяники ответили голом Хайрулина, однако в середине второго тайма Моррис оформляет дубль, а точку на 75-й минуте ставит Абзал Таубай. Нужно отметить, что это первый матч в нынешнем сезоне, где Тараз забивает более двух мячей, благодаря чему поднимается на седьмую строчку в турнирной таблице, а Атырау падает на девятую. Ак-Жит-Пес продолжает показывать нестабильную игру. На этот раз синегорцы крупно уступили Ак-Тубе. В концовке первого тайма кокшетауцы проигрывали со счетом 2-0. Дубль на счету Душина Савича. Ну а разгромным счет на 87-й минуте сделал Бауржан Байтана. Теперь Актюбинцев от спасительного девятого места, где расположился Ак-Жит-Пес, отделяет лишь три очка. Ордабасы продолжают занимать третью позицию в чемпионате Казахстана. В девятнадцатом туре шимкенцы встречались с карагандинским шахтером. Единственный гол на счету у новичка южноказахстанцев Серджана Буяклия. После этого матча их отставание от первого места составляет 10, а отрыв от четвертого – 7 очков. Кайрат встречался в Уральске с местным Ак-Жаиком. Для алматинцев этот матч не стал легкой прогулкой. Подопечные Вахида Масудова дали настоящий бой одному из лидеров чемпионата. Однако все решил гол красавец в исполнении Исаэля. Уральцы продолжали атаковать, за что и были вознаграждены. На 85-й минуте Тимур Кумашев назначает весьма спорный пенальти в ворота алматинцев. Но Юрий Перцух не смог с 11 метров переиграть Покатилова. В итоге Ак-Жаик замыкает турнирную таблицу, а Кайрат продолжает преследовать Астану. Столичная команда же без особого труда смогла переиграть дома Кайсар. На 14-й минуте счет открыл Патрик Тулмаси. Ну а точку поставил Юрий Лагвиненко после подачи со штрафного все того же 23-го номера Астанчан. Кайсар продлил свою безвыигрышную серию до 6 матчей, но Астана продолжает возглавлять турнирную таблицу. Чтобы доказать свои амбиции на тройку призеров, таболу победа над Иртышом нужна была как воздух. Тем более, согласно статистике, матчи с поводажцами часто выпадали на смену тренеров в Кустанае. И табол в этих противостояниях побеждал. Матч 19-го тура не стал исключением, хотя для табола эта игра не была легкой. Гости сразу же начали атаковать, и уже на первой минуте Лулаку мог открыть счет своим голам за Кустанайцев. Дальний удар албанца не без труда парировал Никита Калмыков, заменивший в воротах Давида Лорию, который получил травму на предматчевой разминке. Павлодарцы ответили ударом Игоря Бугаева из-за пределов штрафной, непогодов на месте. Первые 30 минут проходят в обоюдных атаках команд, но по-настоящему опасный момент случился на 40-й. Касай замыкал головой подачу Квиквискири со штрафного, мяч практически с ленточки вынес Кислицын. Во втором тайме табол продолжал атаковать, но после навеса справого фланга Щеткин дважды бьет головой мимо ворот. На 70-й минуте шанс отличиться был у Малдакараева. Жасулан замыкал подачу Квиквискири со стандарта, однако на пути у мяча вновь встал защитник. Гол явно назревал. В концовке матча Тимур Жакупов делает кросс штрафную Павлодарцев, Аздрен Лулаку замыкает его головой и Карла Швансека срезает мяч в собственные ворота. В добавленное время Иртыш пытается отыграться. Игорь Бугаев упускает шанс свести матч в ничью на последних секундах. В следующем туре Табол встречается с уральским Акжаиком. Команда, замыкающая турнирную таблицу, покажет все, на что способна на стадионе в Затобольске, так как терять ей больше нечего. Табол и Акжаик между собой встречались 22 раза. В 14 матчах сильнее оказывались кустанайцы. Уральская же команда выигрывала всего 6 раз, и два матча завершились в ничью. Так что ждать, что соперники разойдутся миром, не приходится. Именно Акжаик в 2004 году проигрывал кустанайцам с разгромным счетом 9-0. В этом сезоне в матче первого круга Табол на выезде потерпел поражение от уральцев с минимальным счетом. От нее не скрыть ничего. Она увидит все, что связано с кустанайским футболом на просторах соцсетей. Она читает каждый комментарий во всех футбольных пабликах. Она Анастасия Леонова и ее еженедельный обзор самого интересного из сети. Всем привет! Меня зовут Анастасия Леонова. И я готова поделиться с вами новостями, которые произошли в футбольном клубе Табол за последнее время. Поехали! Именно его уход в декабре прошлого года поразил весь мир казахстанского футбола. Именно ему принадлежит рекорд по количеству матчей и голов в чемпионате Казахстана. Именно его считают легендой кустанайского футбола. Лучший кэп по мнению болельщиков Табола. И именно он 1 июля обрадовал новостью о своем возвращении весь кустанай. Нурбол Жумаскалиев. Привет! Я вернулся. В первой половине сезона Жумаскалиев провел 7 матчей за Павлодарский ртыш. Его возвращение в Табол случилось после ухода директора клуба Талгата Баймуратова и бывшего тренера команды Амарите Традзе. Совпадение? Не думаю. Ликовали все. Болельщики закидали официальную группу ВКонтакте комментариями, в которых выражали неистовую радость случившемуся. Супруга Нурбола Сержу Маскалиева в свой инстаграм загрузила видео, которое подписала простыми, но очень душевными словами. Наш папа прилетел. Спасибо Всевышнему. Мы дома. Возвращение. Теперь болельщиков интересует лишь один вопрос. Вернется ли капитанская повязка на прежнее место? На этот вопрос новый директор футбольного клуба господин Панин ответил так, решит команда. Ну что, ребята, мы на вас надеемся. Технодом Алини прошел турнир по мини-футболу ко дню столицы. Там приняли участие три команды юных футболистов вместе с командой из участников движения Yellow Green Ultras. На турнир пришли Нурбол Жумаскалиев и тогда еще игрок Табо, Токтар Жангалышбай. И мне удалось побывать там и выяснить интересные факты из юношеской жизни этих игроков. Говорили ли вам в школе выбирай футбол или учеба? Говорили. Просили ли вы замену из-за того, что очень сильно хотели в туалет? Нет. Прогуливали ли вы уроки из-за тренировок? Да, конечно. Разбивали ли вы хоть одно окно? Очень много. На что потратили свою первую зарплату? Купил хлеб, по-моему. Такая маленькая зарплата была? Лопали ли вы колу с чипсами перед игрой? Нет. Честно? Нет. Лопали ли вы колу с чипсами перед игрой? Чуть-чуть другое. Что? Ну, пирожки с лимонадом. Пирожки с лимонадом. Супер. Дрались ли вы в детстве на поле во время игры? Да, особенно с южными командами. Подходили ли вам с такой фразой «Пацаны, дайте пнуть»? Подходили. Играли ли вы в футбол пластиковую бутылку вместо мяча? Да. Забирали ли вы мяч, когда мама кричала «Давай домой»? Да. Не отдавали, не давали им играть, да? Нет. Отлично. Что пожелаете молодым ребятам? Здоровья, успехов. Большое спасибо. После выхода нашей первой рубрики ко мне обратился один из болельщиков кустанайского футбола с просьбой поблагодарить некоторых игроков футбольного клуба «Табоуза» за сыгранный товарищеский матч. Цитирую, «Только наши футболисты способны безвозмездно погонять с нами мяч». Спасибо, парни. Сегодня огромный респект передаем Дмитрию Мирощниченко, Раулю Джалилову, Альмиру Мухудинову, Самату Журенбетову и экс-игроку футбольного клуба «Табоуза» Исламу Шадукаеву. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. На этом у меня все. Ходите на футбол, пишите комментарии и будьте в курсе последних событий. Ну что ж, друзья, на такой вот позитивной ноте хочется завершить нашу программу. Болейте за своих и если увидимся не на футболе, то очень скоро. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok